Это у меня мягкая. Хоть она и темная, но она мягкая. Тальк для кожи. Ей я буду делать ноги. В общем, набираю ее вот таким образом шпателем в пасту. Прям так хорошенечко набираю. Так много ее здесь. Накручиваю вот так вот, чтобы она не была. Долго не держу, потому что она текет. Видите, я ничего не делаю. И она потихоньку мильно спадает. Даже когда бывает, где-то надо срочно положить пасту, там что-то, какую-то еще не поняла все сделать. И она начинает стекать. Вот так где-то положишь на секунду. Как правило, забываешь, что чем-то дольше занимаешься. И она потекла, потекла, потекла. И в общем, накапала на стол, на куда-нибудь еще, на шпателе, на пинцеты. Ой, не очень приятно бывает, когда вот так вот забываешь. Ну, стараешь так не делать. Ну, всякое бывает. Но в пасте всегда у меня все везде липкое. Так. Ставлю свои волосатые ноги. То, вот это у меня середина. Вот это вот часть у меня, конечно же, волосатая. Вот это. И вот именно на этой ноге прям черные волосы на коленке. На второй не так. Мы вначале обрабатываем. Убираю пока все подальше. Лосьоном перед депиляцией. Брызгаю прям. На голень обрабатываю. Только голень сегодня не буду. В смысле, я удаляю волосы, потому что на бедре смысла нету там. Топушок, который он есть, пусть будет. Ничего страшного. Так. Хорошенечко, хорошенечко, хорошенечко. Смотрите, как я обрабатываю. Снизу вверх. Так, сейчас. Убираю пасту. Уже опять упала туда вся. Перекладываю на пальцы. Поставь мягкая. Не знаю, справлюсь я с ней или нет. Чересчур она мягкая. Так. Ставлю пониже пальцы. Руку немножечко вот так вот сгибаю. Чуть-чуть. И протягиваю. Паста очень мягкая. Не знаю, как я сниму волосы. Длинные тянутся. Протянула. Опять ставлю пальчики. Еще раз прохожусь. Волосы только вот здесь у меня. Там нету. Вверху тоже нету. Еще раз упройдусь. Теперь вот этой рукой подтягиваю немножко вверх. Хотя тут не сильно растяжимая кожа. На голени она не сильно растяжимая. Можно и так. Но подтягиваю, чтобы пасту легче было сорвать. И такими резкими движениями Сейчас я... Мне главное один раз только протянуть. Еще резче. Еще резче. Чем лучше натянута кожа, тем резче будет делать срыв. И раз. Протянуть. И тогда уже. Когда такая мягкая паста, очень легко получить залипы. Поэтому здесь надо работать быстро, резко. Не останавливаться. Желательно быстро все сразу. Не так, чтобы паста улетела в стенку. Потому что такая мягкая, жидкая паста, она просто с пальцев может сорваться и улететь. И у вас будет и стена, и пол, и все на свете испачкано. Вы будете ходить искать, где это липкое место. Мне просто немножко неудобно дергать. Что тут у меня стоит? Камера. Вот граммулечку, прям граммулечку сюда плотно добавить. Капельку. Видите, краснота появилась. Вот. Она дергала немножко здесь. И получилась краснота. Кровообращение. И уже это место уже горячее. И здесь сложнее будет с каждым разом срывать пасту на этом месте. Пасту, волосы. Нам что-то надо не столько пасту сорвать, сколько волосы удалить. Правильно же? Так. Вот тут вот волоски. Немного их здесь, но они есть. Работать постараюсь сейчас побыстрее. Зацеплю все волосочки. Тут их немножко. Они так в разгрос у меня. Ага. Не получилось. Смотрите. Если происходит такой залип, главное, чтобы здесь не было тонко. Потому что вы пальцами срываете. Если сильно тонко, это лучше срывать тогда монтажной полоской. Но так как у меня здесь рука, она теплая, нога она теплая. И пасту я месю. Чем быстрее я ее месю, тем хуже она срывается. Что мы делаем для этого? Мы насыпаем выше места залипа, притальковые. Во-вторых, мы можем дать немножко время, чтобы паста слегка остыла. Паста остывает. Делаем хорошее натяжение. И не возим ее еще раз, эту пасту. Отходим чуть дальше и резко начинаем делать срыв. Чуть-чуть вверх протянули и резко. На себе даже не очень-то это удобно. Не получается. Вот у меня уже ускакало кусочек пасты. Ну что делать? Мягкая, тяжело срывать, просто невозможно. Себе не могу я встать так, как мне удобно, потому что я на себе только в одну сторону могу сорвать. Эй! Вот она прямо вон скачет. Вы заметили? Нет, она скачет во все места. Что мы делаем для этого? Вот она у меня мягкая-примягкая, тяжело срывается, так как моя паста не содержит никаких загустителей, только чистый продукт. Что мы делаем? Мы берем пасту, которая поплотнее. Плотная. Я тут мяча и напосорвала. Сейчас я открою ее. Вот я набрала небольшой кусочек пасты средней. И вот сюда на пальчики я ее сдвигаю. Так как я уже запачкала руки не один раз уже здесь, то этот шпатель я просто убираю в сторону мыться. Я его уже в пасту пихать не буду. Пихать, толкать, засовывать. Кто как хочет, что тебе сказала. И вот такой вот кусочек пасты у меня вот он. Вот он. Комочек вот этот. Я сейчас, смотрите, как ставлю. Прямо на краешек я его ставлю. Я его не перемешиваю со всей пастой. Вот она уже бы, да, посмотрите, ух ты, ляпнула сюда капельку, пока держала. И я, значит, ставлю вот сюда вот этот кусочек плотный, ну, условно плотный, да, она хотя и средняя, но она поплотнее все равно. Натяжение делаю. Чуть-чуть перемешиваю ее с, ну, чтобы она чуть разогрелась с этой пастой. Сделаю натяжение и резко срыв. И вот теперь посмотрите разницу. Вот эта паста срывает отлично, а эта еще цепляется мягкая. Мягкая. Она еще держится прям за кожу, как будто она начала таять и начала расползаться. Поэтому этот плотный кусочек, вот этот кусочек, у меня прям мягкий, аж стекает. Пока я его не перемешаю, он даже не сорвется. Слегка натяжение. Сейчас. Мне надо эту пасту перемешать, чтобы плотная с мягкой перемешалась. Ну, условно, средняя с мягкой, да? Ну, та паста, которая поплотнее. И посмотрите, совсем по-другому и легче работается. Но она улетает где только может. Улетать эта паста, все на свете пачкая. Так. Какая тут немного отвлеклась, короче, смотрите, как потекла у меня паста. Теперь по новой я краешек, на краешек ставлю и резко срываю. И смотрите, совсем по-другому она работает. Хотя я уже натерла. Боюсь дернуть резко, потому что я знаю, что она улетит. Если дернуть резко мягкую пасту. Наверное, даже этого будет мало. Вот я вроде бы и мастер, а мне тяжело ее сорвать. Потому что, смотрите, во-первых, волос здесь нету. Талька уже, как бы, талька тоже тут уже столько нету. Я сейчас вот это вот надергаю, да, и потом у меня будет. Здесь красный, прекрасный пятак. Смотрим дальше. Ах, видно, не видно. Смотрим дальше. Работать надо резко, и чтобы паста эта не улетела куда-нибудь. Короче, резко. Любую пасту вы сможете сорвать резко, только если вы будете работать резко, при резко. Ну и что? Я убрала, конечно, эти три волосины. Если бы я средний начала работать, я бы уже давно и легко и просто это все убрала. Но мягкой. Я сейчас не говорю про другие пасты. Я знаю, что в тех пастах есть загуститель. Во всех пастах есть, только вы об этом не знаете. Его не пишут в составе, потому что этого загустителя очень мало. Если он натуральный, то его там 0,05, а 0,05 процента там даже и не будут писать на упаковке это все. Я убрала. Ну вот они покраснения. Вот один пятак, вот тут второй. От того, что я дергала, когда вы делаете клиентам шугаринг, то вы говорите, вот красные ноги, там красные руки, пятна красные. Естественно, здесь горячее уже место. Такое обращение пошло и здесь еще сложнее будет срывать. Теперь прохожу сюда, где у меня тальк периодически подсыпаем. Паста тем временем меня, пока я так держала на стекла у меня, видите куда, она мягкая. Здесь капелька всего средняя, она по идее мягкая. Ну, чтобы, якобы, чтобы быстрее было работать. Работать не быстрее, а дольше, сложнее, тяжелее сорвать волосы. Тут уже думаешь, не волосы, тут как бы саму пасту сорвать, а потом уже волосы. Поэтому мягкая паста не всегда супер. Для новичков тем более с мягкой пастой работает очень тяжело. Новичкам вы должны работать сначала на плотной пасте. Вы должны привыкнуть к плотной, вы должны привыкнуть правильно делать срыв. Только потом уже, ах, вот она, вот она уже потекла у меня. Чем резче я буду ее срывать, тем легче мне будет работать. Вот эту полосочку делаю, вот эти вот волосы. Не буду лезть туда, где нет волос. Нет волос, и паста там прилипает. Тут хоть волосы немножко дают какой-то еще барьер между кожей и пастой. Сразу срываю. Опять залезла на место, где у меня пятак вот этот красный. Угу. Вот и все, вот и все. Сейчас она у меня, блин, улетела. Я прям чувствую, как она отрывается у меня от пальцев. Ну что, все. Опять залипла. Чего, давай. Немножко. И вот стулечка мне хватит. И вот так вот клеим волосы. Так, клеим. И еще. Почется. Ну что, сейчас вот этой плотной мы соберем, наверное, вот эти вот потеки, да? Ставлю прямо на самый краешек. На самый краешек. Тут волос у меня нет. Мне сейчас важно сорвать пасту. Сейчас чуточку ее так перемешаю, чтобы они между собой схватились. И резко сюда, в эту кучку. Раз. Вот. Отличненько. И эту так же слегка перемешаю. Ужасно грязные перчатки теперь, конечно, у меня. И так вам, и так. Давай я вам... Теперь опять переставлю на этот карай. Вот что значит работать с плотной пастой. Боли не будет, потому что не будет тянуться. Эта паста оторвется, во-первых, сразу легко и просто. Смотрите. Раз. Вот. Ну, она не оторвется. Это мягкая. Ну, оторвется, конечно, но сейчас не буду я предпоказывать. А как нам перемешать именно плотную с мягкой пастой? Опять оставлю на самый кончик. Пытаюсь перемешать ее. И, скорее всего, вот так вот частями я не буду сразу все перемешивать. Я потихонечку буду убирать небольшими частями. Опять, смотрите. Перемешала между собой. Протянула чуть дальше. Резко раз. Посмотрите, какая прелесть. Как легко срывается. Что вы мне говорите, что плотная паста, это ужас какой-то? Да это менее болезненно, потому что она срывается сразу. Смотрите. Тут сорвала я, да? А тут уже я не могу. Она мягкой залипла. Плотной же я могу сорвать. А мягкой-то я не могу сорвать. Вот в чем разница. Еще чуть-чуть приталькую, чтобы на ноге... Ну, и так тут уже пятна. Понятно, что уже... Даже протирать не буду. В общем, ставлю опять на краешек. И перемешиваю немножечко талько, чтобы сильно кожа у меня не страдала. И опять резко раз. Вот смотрите. Я могу мягкой пастой сорвать, но посмотрите, что остается под низом. Внизу получилась влага. Паста начала... Ну, не хватает воздуха кожи. И паста лежит, и там начинается такой конденсат вырабатываться. Влага. И вот такая вот фигня получается, что мягкая. Автопаста начала таять, но она не так-то просто ее сорвать. Некоторые идут просто в ванну и смывают. Теплой водой. Просто смывают и говорят, да ну ее нафиг, этот шугаринг. Зачем я подписался? Шугаринг это дофига больно. Это так же, как расстаться с парнем. Ставлю на краешек. Только на краешек. Ну, чуточку забираю. Протягиваю и все вверх. Вот. Все легко срывается плотными пастами. Вот что значит. Плотная паста. Есть плотная. Ну, она сейчас не плотная, она средняя, но она уже не такая мягкая, не такая противная. Работать одно удовольствие с такой пастой. Она вроде бы и тянется хорошо. В то же время она срывается идеально. Посмотрите. Вот. Но мне, если честно, вот тут сейчас очень больно. Я сорвала, а эта паста мягкая, не дает сорваться. Она как будто бы впиталась в кожу. Вот такое ощущение, что она уже там, и сложно ее сорвать. Этот кусочек возьму. Почему я сразу все не перемешиваю? Зачем? Чтобы мне легче было, как бы можно большее количество сорвать пастой. Если вдруг я сразу все перемешаю, возможно, мне не хватит этой плотности, чтобы сорвать все сразу. Поэтому по чуть-чуть, чтобы было менее болезненно, потому что, может, разом все и не сорвется так же. Вот этот кусочек сейчас перемешаю. Его. Смотрите. Ну, теперь я могу все перемешать. Теперь уже спокойно, что паста вся перемешанная. Уже одним таким. Ну, может быть, тут еще будет немножко сложнее того, что лежит внизу мягкая паста. Эту пасту лучше мягкую наносить тонким слоем и срывать бандажом. Ну, это вообще не вариант. Бандажом работать, это, я считаю, полная фигня. Хотя вы можете руками это сделать легко и просто, без всяких полосок. Не надо ничего натирать, протирать, срывать, и потом выкидывать эту полоску, потому что она уже тяжелая, уже залипает вам на руку потом. Берем полоски, теперь полоски, и вот так вот клеим полоски. Так, клеим, и еще клеим. Поднимаем вот так. Ах! У меня две полоски! Теперь смотрите, то же самое, на эту же теплую поверхность я положила уже вот эту пасту. Небольшое натяжение, смотрите, разница. Еще не совсем легко, но она уже вся срывается. Хорошо, я сделала это на месте, где нет волос, на красном, на теплом, уже там, где кровообращение фигачит. Теперь я это сделаю там, где у меня, вот они волосы. Слегка еще протягиваю. Тут кусочки пасты тоже есть. Слегка. Раз, все. И теперь я ставлю только на волосы. Теперь протягиваю тут, где не дохожу до колена, потому что тут эти волосы пока не трогаем. И выхожу, смотрите, куда? На место, где нет волос. Чтобы сорвать без места. Я могу сорвать и с волос тоже. Девочки, я видела там комментарии, кто-то мне писал. Вот, говорите, срывать на сухого места, сами с волос срываете. Я профессионал. Я могу это сделать безболезненно для клиента. Вот. Я говорю сейчас про не только новичков, а некоторые... Ох ты. Вот пошли волосы срываться. Ладно, не будем отвлекаться сейчас. Вот. Все. Ну вот тут остался один короткий пенечек. Один короткий пенечек. Все. Нету. Теперь вот здесь. Вот разница. Хочу показать просто разницу мягкой пасты. И пасты чуть-чуть поплотнее. Я сейчас не говорю про прям... Я имею ввиду супер мягкую пасту и паста средняя. Либо чуть-чуть плотнее, чем мягкая. Точно так же легко все срывается. Легко наносится, легко срывается. Очень мягкая паста. Я хочу показать просто, что она мягкая, течет. И надо, если вы не умеете работать этой пастой, ну нафиг не работайте ей. Все. И так все хорошо уйдет. Протягиваю. Три раза. Резко. Раз. Два. Поставили на краешек, протянули. Раз. Резко. Потом поставили опять на краешек, протянули. Чтобы с чистого места срывать. С холодного места. Еще разок. Улетела, вернее, эта паста. Так. Тут тоже так же я прям укладываю ногу. И потихонечку вот так вот раз. Быстренько уже показываю. Могу я, в принципе, и не натягивать. Мне неудобно. Я тут облокачиваюсь, чтобы сорвать пасту. Поэтому я могу не натягивать. Ничего страшного здесь не будет. Главное, чтобы был резкий хороший срыв. Так, где тут волоски. Ладно. Значит, изнутри. Смотрите, пасту собираю в кучку. Раз. Собрала ее вот так. И сорвала резко все. Чтобы опять она у меня была вот тут шариком внутри. Вот так вот. Вот она, рабочий мой кусок. Так, теперь немножко натягиваю. Так, вот это место, да? Вот она. Натяжение вот сюда вот поворачиваю просто ногу. Ну, чтобы себе удобно было сделать. Так же потихоньку протягиваю. Вот тут чувствую, как тянутся. Вот здесь волоски длинные. И пошла. Отлично. Там где-то, если есть, точечно на один волос локально. Все. Все. Точки. Точки, когда долго не делаешь процедуру. Потом удираешь это все. И получаются такие точки, где были волосы. Теперь мы переходим к колену. Вот оно, мое колено. Сейчас уменьшу чуть-чуть. Вот он, волосатик просто. Присыпаю чуть-чуть. Вот смотрите. Вот тут вот есть на колене. Больше нигде. Не тут вокруг. Не здесь. Нету ничего. Сверху тоже нету. Вот этот пятак. Именно этот. Эта нога. Опять стекает паста вся у меня. Чуть-чуть подержала. Так. Куда-то унесла. Держу. Как можно сильнее колено надо натянуть. Это значит согнуть его посильнее можно. Раз. Раз. Потому что рука должна двигаться очень хорошо. Свободно. Вот и все. Вот и все. Поработала я. Зачем я так быстро это делала? Что хотела быстрее сорвать. А не получилось. Вот такова солева. Ай, блин. Понимаете? Вот как будто бы я не умею это делать. Потому что на себе не очень это удобно. Я хочу сорвать сильно. А, у меня не хватает длинных рук моих. Вот мне надо ноги туда. Вот я бы сейчас встала. Так как и фигакнула. Единственное, что вам поможет, это человек, который может это драть. Ладно. Давайте здесь. Здесь все работает. Здесь все работает. А, еще могут быть колени быть зашлакованы хорошо. Что не отрывается паста. У меня так было. С тем клиентом делаю. А одному клиенту какому-то определенному нифига не получается. Ладно, оставим. Чуть-чуть, пока она тут лежит, эта паста. Чуть-чуть сделаю вот здесь на бедре. Вот тут вверху у меня такой. Сгибать не буду. Сейчас немножко приталькую. Хотя здесь я и не протирала, по-моему. Не страшно. Ладно, себе делаю. Вот, чтобы посмотреть волосы. Притальковали, посмотрели, есть ли где-нибудь волосы. Волос нету, ну такая какая-то шершавость есть. В общем, почищу, значит, омертвевшие клетки, если не волосы. Вот тут. Раз. Ой, как приятно она ложится. Такая мягкая паста, такая бархатистая. Как будто прям она такая... В общем, приятная очень. Бархатистая такая. Мягкая. Я просто поперенгую, значит, кожу. Просто сделаю и массаж своего рода, и уберу лишние омертвевшие клеточки. Если волосы есть, то и волосы уйдут. Мне надо, чтобы паста чуть-чуточку поработала. Стала немножко гуще. Сейчас я положу, чтобы мне речь руку сорвать. Опять видите, что? Это вот за шлаковыми, скорее всего. Я так думаю. Ну, я же умею срывать пасту. Ну, умею я. И паста вроде бы как неплохая. Талька чуть выше места залипа. Это залип. Самый настоящий залип. Вот, если я не могу сорвать пасту с кожи, это и называется залип. Можно было бы еще капельку плотной. Много мягкой. Много взяла я мягкой. Хотя работала на клиентке, было замечательно. Вот, когда я свободно уже могла рукой дернуть. Ни туда, ни сюда, никуда сорвать не могу. Либо, смотрите, нужно дать время остыть пасте. Либо добавить плотный кусочек. Что, проверим? Остыть, ну, остынет она, остынет, как бы, да, будет леп. Все, я еду к тебе. Давай, готовься и будем отдирать меня. Пока. Извини, такси, пожалуйста. Продолжение следует...